всем привет сегодня будем с вами готовить на вкуснейший салат из баклажан на зиму значит у нас московская область были уже небольшие заморозки баклажаны листики уже завяли и мне пришлось оборвать баклажаны вот такими вот мелкими недозревшими недорожшими но они вкусные мягкие хорошие поэтому их выкинуть конечно жалко и я буду делать такую закуску из баклажан овощную на зиму значит что нам потребуется для этого салата баклажаны я их жопки-попки ножки-ручки отрежу и почищу взвешу баклажан у меня должно где-то быть полтора два килограмма баклажан в этом салате должно быть много килограмм лука крупно порезанного 3 килограмма помидор уже готовых очищенных помидор и крупно порезанных вот так кусочками кастрюлю надо взять такую алюминиевую или нержавейку чтобы в ней не подгорала будем варить в кастрюле чтобы не подгорала будем постоянно помешивать на слабом огне то есть вот имейте ввиду не надо брать других кастрюль значит помидоры лук баклажаны и нам понадобится еще морковь рецепт я напишу под роликом моркови килограмм порезана вот так кубиками не надо тереть на терке у нас все будет кусочками салате чтобы не сильно развалилась морковь режем кубиками килограмм моркови так еще понадобится стакан растительного масла 100 грамм уксуса 100 грамм уксуса девяти процентного 2 столовые ложки соли ложка у меня вот такая столовая 2 столовые ложки соли 50 грамм и 100 грамм сахара 4 столовые ложки ложка по 25 грамм 100 грамм сахара кому будет не сладко сахар можно добавить еще соль тоже ну и приправу кто какую любит поехали готовить значит первым делом мы обжариваем морковь наливаем растительное масло и морковку под крышкой 10 минут тушим морковку нас в этом салате получается самый жесткий продукт поэтому мы с ним начинаем готовку именно с морковки 10 минут под крышкой морковь у нас тушится в растительном масле через 10 минут морковки мы добавляем лук крупно порезанный репчатый лук все перемешиваем и готовим еще 10 минут накрываем крышкой до размягчения лука мы ничего не жарим мы легкая пассировка легкое тушение 10 минут еще у нас продолжает морковку вместе с луком тушится баклажаны я не вымачиваю они у меня сладкие сорта хорошие если у вас горькие то можно замочить соленом растворе на литр воды ложку соли и минут 20 они должны будут полежать у меня хорошие сладкие сорта без горьких я их не вымачиваю баклажаны почищу взвешу возьму полтора килограмма для этого салата а остальные положу в морозилку буду делать потом баклажановую заморскую икру вот очень хорошо чистить вот такой вот чистилкой хорошо что кто-то ее придумал очень удобно баклажанчики у меня молоденькие маленькие свои успела я их оборвать чтобы они не замерзли а теперь видите погода поменялась сначала несколько дней было похолодание температура опускалась до нуля до минус 1 баклажан у меня росли в открытом грунте листики немножко прихватило а баклажанчики все хорошие поэтому я их использую сейчас почищу взвешу и возьму чистых баклажан полтора килограмма остальные положу в морозилку потом сделаю баклажан за икру как соберусь с мыслями и силами а еще и крышки надо будет купить баклажаны режем крупными кусочками не мельчим режем крупно чтобы они там чувствовались у нас в салате салат получается очень вкусный съедается первым можно угостить друзей тех кто придет к вам в гости и самим очень приятно за зиму все уйдет тем более сейчас все продукты свои не покупные у меня и баклажаны и все остальное перец и чеснок мы сюда не кладем в этот салат это у нас будет другая песня перец и чеснок сюда мы кладем вот морковь томаты и баклажаны соль сахар уксус приправу все баклажаны порезали почистили приготовили будем сейчас дальше готовить так лук с морковью мы отставляем ставим на плиту томаты в томаты сразу мы кладем соль сахар и растительное масло растительное масло у меня без запаха где-то приблизительно 100 грамм всего у нас 200 грамм стакан растительного масла уходит на этот салат так а теперь мы помешивая готовим эти томатики так помидор у нас закипели и теперь мы выкладываем сюда лук и морковь так все кипит и я порциями не все сразу чтобы у меня ничего не подгорело выложу половину баклажан они немножко убавится в размере потом вторую половину в общем частями аккуратненько они сейчас убавится утонут чтобы мне было их хорошо перемешать уже все кипит поэтому две-три минуты погоду не сделают так все у нас кипит так все у нас кипит выкладываем остальное и выливаем 100 грамм уксуса взяла другой половник чтобы им удобнее было вот у меня кастрюля 8 литровая прям полная под завязку все хорошо перемешиваем и на слабом огне варим 30 минут помешивая постоянно помешиваем под крышкой так я еще положу сюда вот такую приправу итальянские травы 15 грамм в пакетике вот весь пакетик для аромата потому что мы не кладем туда ничего чеснок перец я не кладу я сюда высыплю вот 15 грамм итальянских ароматных трав они очень хорошо с томатами совмещаются все это мы перемешиваем и естественно пробуйте на свой вкус вот когда сейчас уже дойдет до полу готовности останется там 5-10 минут до конца варки вы попробуйте что вам не хватает соль сахар как вы любите уксус и растительное масло уже пробовать не надо значит 100 грамм 9 процентного уксуса и стакан 200 грамм растительного масла и вот так все у нас варится немножечко кипит под крышкой на слабом огне полчаса значит готовим крышки я их заливаю кипятком банки чистые немножечко ополаскиваю и стерилизую в микроволновке 3-4 минуты они там высыхают стерилизуются только доставайте аккуратно они очень горячие так все готово выключаем и накладываем банки вот такой у нас салат из баклажан получился пропитается стоит остынет будет очень вкусно выключаю и накладываю в баночки баночки я сказал уже все у нас стерильное перекладываем закрываем перекладываем закрываем вот через край все салат из баклажан весь я закрыла и вот осталось у меня же остынет снимем пробу к обеду все закрывайте делайте заготовки я уже столько на заготавливал что у меня все крышки закончились пришлось вот маленькие ой-ой-ой горячие ухватила маленькие баночки вот такие вот помыть маленькими крышечками закрывать потому что крышек нет надо покупать крышки всем здоровья и счастья мира приятного аппетита всем пока